От устной подготовки до практического применения знаний педагоги и учителя округа прошли тест на знания правил безопасности. Управление образования совместно с главным управлением МЧС при поддержке САФУ организовали пятидневный курс у школы безопасности. Для преподавателей это хорошая возможность повысить квалификацию и обновить знания. Безопасности в школе сегодня уделяется много внимания. Как вести себя на льду, не потеряться при пожаре, что делать при угрозе террористического акта. Все эти знания ученики получают не только от сотрудников МЧС. Педагоги просвещают своих учеников в первую очередь, поэтому эти знания им необходимы. Раз в три года управления образованием совместно с главным управлением МЧС по Ненецкому округу проводят курсы школы безопасности. Мы сейчас можем показать ребятам, как на практике все это проводится. Ну и потом последний, заключительный день, когда мы полностью одевали снаряжение. Если я летал в воздухе в снаряжении, то я думаю, что это было в очень экстремальных условиях, проходил семинар курс. Обучение включает в себя теоретическую и практическую части, так что учитель сможет сам организовать обучение подопечных. Стаж и возраст участников самый разный. Самому молодому педагогу 22 года, старшему за 60. Участниками курсов были педагоги-организаторы, учителя физкультуры, учителя ОБЖ, люди, которые занимаются с патриотическими клубами. То есть вообще самые разные люди. Допуск на преподавание, который есть далеко не у всех преподавателей. Вот у нас в регионе могут, наверное, только учителя ОБЖ. А с этим удостоверением они могут, например, не только уроки, но и классную деятельность по школе безопасности вести, потому что они уже имеют право, они прошли вот все вот эти этапы, которые должны были пройти для того, чтобы вот это преподавать. Удостоверение государственного образца школы безопасности – официальное подтверждение повышения квалификации педагога. Северный Арктический университет подготовил их тем, кто усвоил всю программу. Удостоверение внесено в единый реестр документов Министерства образования и дает право работать по своей специальности. Закир Вафин, Владислав Носкин, Телеканал «Север».